Вывести Вологду на лидирующей позиции по уровню комфорта для жителей. Такую задачу поставили перед собой городские власти на ближайшие три года. Именно на это направлена концепция «Вологда. Комфортный город», рассчитанная до 2020 года. Предварительные итоги ее реализации обсудили на совещании при главе «Вологды». О том, что уже удалось сделать и как будет строиться дальнейшая работа, расскажет Егор Канавин. Реализация стратегии «Вологда. Комфортный город» началась шесть лет назад. Она разделена на четыре этапа. Для начала определили основные приоритеты. Затем занялись масштабными инфраструктурными проектами. Их около ста. Введено в эксплуатацию более десяти новых детских садов и спортивных комплексов. Построено свыше одного миллиона квадратных метров нового жилья. Произведен капитальный ремонт десятков городских улиц. Построены новые транспортные развязки, обновлены подъездные дороги. Созданы новые туристические и культурные центры, в том числе не имеющие аналогов музей кружева и уникальный центр забота. Результаты оказались весьма впечатляющими. Темпы развития превзошли ожидания по всем показателям. В том числе и в важнейшем для любого города направлении – численности населения. К 2018 году у нас в предыдущих планах было прописано 325 тысяч. Мы уже перевели через 320, и понятно, что этот показатель необходимо корректировать. Мы сегодня имеем, скажем, поток туристов, если взять 2009 год, было 200 тысяч с небольшим. Сегодня уже 700. Мы ставили в 2020 году миллион. Мы идем с опережением графика. И для того, чтобы не расслабляться в этом направлении, мы эту цифру тоже должны подкорректировать. Поэтому планы необходимо обновить, поставить новые задачи, стимулирующие развиваться дальше, не снижая темпов. Ведь цель городских властей – делать ставку на развитие даже в новых экономических условиях. Продолжать строительство социально значимых объектов. Повышать туристическую привлекательность города. Привлекать новых молодых специалистов. Ответ, как это сделать, в стратегии «Вологда – комфортный город», которая, по сути, является подробным планом работы городских властей. Причем многие пункты реализуются только в нашем городе. Например, концепция активного долголетия. Поэтому сейчас упор нужно сделать не только на проектах, связанных с экономикой и благоустройством, но и на уникальных разработках в социальной сфере, в которых «Вологда» занимает лидирующие позиции. Активное долголетие. То есть тоже никто так, города пока из российских, например, городов не позиционирует, как там город-долгожители или что-то такое. Поэтому понятно, что здесь, мне кажется, мы можем тут усилиться. Второе направление – это культурная столица Русского Севера. У нас давно этот бренд существует. И прежде всего, что касается именно ярких событий, которые в городе мы уже умеем проводить. Стратегию «Вологда – комфортный город» городские власти защитили на Санкт-Петербургском форуме стратегическое планирование в регионах и городах России. И она признана одной из лучших в стране. Не просто яркая, инновационная, но самое главное – реальная. Это не планы на бумаге, а воплощенные в жизнь проекты. Кроме того, стратегия реализуется за счет разных источников. Это и городское партнерство, и федеральные поступления, и инвестиции. За последние шесть лет в городскую экономику было инвестировано более 50 миллиардов рублей, что оказало существенную поддержку в реализации социально значимых городских проектов. Егор Ганавин, Михаил Прищев, События дня.